МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдых и лечение в полёте. Самолёт с умными креслами и медицинским оборудованием представили на Фарнбору. Южнокорейские власти ввели запрет на продажу в стране автомобилей компании «Ауди Фольксваген Корея» из-за потасовки показателей выхлопа для соответствия нормам Южной Кореи. Кроме того, Министерство по охране окружающей среды оштрафовало «Фольксваген» на 16 миллионов долларов за подтасовку показателей эмиссии и шумов на 47 моделях и отозвало разрешение на реализацию уже проданных в стране 83 тысяч машин. Мы провели анализ и решили отменить сертификацию и продажу автомобилей концерна «Фольксваген». А из уже проданных мы отзовём 83 тысячи автомобилей разных моделей. Всего это 80 моделей на сегодняшний день. Таким образом, включая меры, принятые ранее, отзыв разрешений на продажу в Южной Корее коснулся 209 тысяч, примерно из 300 тысяч автомобилей, проданных с 2007 года. Вместе с тем, отзыв разрешений, как уверяет министерство, не затронет владельцев уже купленных машин, и они свободно могут продать их в случае необходимости. В январе Министерство по охране окружающей среды Республики Корея направило жалобу в прокуратуру страны на «Фольксваген» в связи с подозрениями на подтасовку технических показателей машин. Расследование подтвердило эти подозрения. Напомним, в прошлом году скандал разразился вокруг концерна «Фольксваген», который был обвинён в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок «Фольксваген» и «Ауди», проданных в стране с 2009 по 2015 год. Компании также грозит штраф в размере до 18 миллиардов долларов США. Согласно данным самого концерна «Фольксваген», фальсификация экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей затрагивает до 11 миллионов машин «Фольксваген» по всему миру. В своё оправдание технические специалисты «Фольксваген» заявили, что пошли на манипуляции со скандальным программным обеспечением, так как глава концерна Мартин Винтеркорн поставил перед ними недостижимую цель. В связи со скандалом генеральный директор «Фольксваген» Мартин Винтеркорн тогда ушел в отставку. Воздух Рио-де-Жанейро значительно грязнее, чем сообщают местные власти и Олимпийский комитет. Агентство «Рейтерс» провело собственное тестирование уровня загрязнения воздуха в многомиллионном городе накануне открытия Олимпийских игр 5 августа. Бразилия, подавая заявку на проведение летней Олимпиады, объявила, что качество воздуха в Рио в пределах рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Это было не так в 2009 году, когда Рио выиграл право на проведение игр. И это все еще не так сейчас, показывают исследования. Рио в течение многих лет бьет антирекорды. Уровень загрязнения воздуха так называемыми твердыми частицами тут значительно превышает допустимый Всемирной организацией здравоохранения уровень. Тому виной миллионы старых автомобилей на автомагистралях мегаполиса. В Рио-де-Жанейро очень распространены смерти от заболеваний и осложнений с легкими. Традиционно люди, дышащие загрязненным воздухом, имеют более высокий риск рака легких, сердечных приступов, инсультов, астмы и других заболеваний. Патологоанатом из Университета Сан-Паулу и член Комитета Всемирной организации здравоохранения, который и установил в 2006 году более жесткие мировые стандарты загрязнения окружающей среды, говорит, что качество воздуха в Рио значительным ниже обоих стандартов и олимпийских, и мировых. Это лучше, чем во многих азиатских городах и некоторых африканских городах. Но совершенно не дотягивает до уровня европейских городов и некоторых городов Северной Америки. Это в целом по всей Америке такая ситуация. В силу исторических факторов, согласно данным ВОЗ, все бразильские города, а не только Рио-де-Жанейро, не соответствуют необходимому уровню загрязнения окружающей среды. Организационный же Комитет Олимпиады Рио, в свою очередь, заявляет, что качество воздуха нельзя судить лишь по данным о твердых частицах. Мол, другие показатели в норме, а некоторые и значительно лучше нормы. Впрочем, Паулу Салдиеву утверждает, что твердых частиц достаточно для того, чтобы навредить здоровью. То есть именно они, выхлопные газы автомобилей, наиболее губительны для организма из всех загрязнителей. Жители Рио тоже чувствуют тяжесть воздуха каждый день. И в целом пессимистично настроены относительно перспективы улучшения ситуации накануне Олимпиады. Я чувствую пыль от строительных работ в воздухе и на своем теле. Это действительно ужасно. Так много говорят о том, что надо что-то решать, надо что-то предпринимать, но мы слышим это снова и снова. И ничего не меняется. Олимпиада закончится, и хаос вернется. Ничего не изменится к лучшему. Их усилия – это просто показуха. Воздухом дело не ограничивается. В городе также проблема и с чистотой воды. В Рио высокий уровень желудочно-кишечных заболеваний из-за отсутствия забора сточных вод. Агентству Reuters сообщили, что олимпийские объекты водоснабжения и пляжи также дали положительный результат на наличие устойчивых к лекарствам супербактерий. Во время совместных учений военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Эстонии американские штурмовики А-10 «Тандерболт» отрабатывали в понедельник технику взлета и приземления на шоссе Ягала-Кяравете. Об этом сообщило командование Сил обороны Эстонии. Полеты совершаются в рабочие дни. На время учений шоссе перекрывается для движения. Полковник ВВС США Грегори Экфилд говорит, что импровизированная взлетно-посадочная полоса короче и уже, чем на домашней базе, и это не единственная сложность. Одна из главных опасностей для самолета при нештатной посадке — это повреждение от посторонних предметов. Грави, например, может пропороть шину шасси или попасть в воздухозаборник двигателя. Но А-10 — прекрасная машина, которой эти опасности почти не страшны. Его двигатели расположены высоко, а шины широкие и толстые, поэтому он отлично приспособлен для посадки на неподготовленную поверхность. По словам посла Соединенных Штатов в Эстонии Джеймса Мелвилла, нынешнее учение — демонстрация оборонного партнерства двух стран. Это очередной пример тесных партнерских отношений США и Эстонии, как союзников по НАТО. Чем больше мы проводим совместных учений, тем прочнее наш союз. Американские штурмовики прибыли в Эстонию в конце июля. Учения продлятся до 8 августа. В начале июля саммит НАТО в Варшаве одобрил план по постоянному размещению в странах Балтии и Польши четырех многонациональных батальонов под предлогом защиты Восточного флага Альянса от России. Российская страна считает, что эти меры дестабилизируют обстановку на Балтике. Звезды спорта значительную часть времени проводят в воздухе до и после соревнований. Однако на борту самолета они лишены возможности как следует восстановиться после физического и эмоционального напряжения. Российская компания «Сухой» представила на недавнем авиасалоне в Фарнборо новую концепцию частного самолета, предназначенного для профессиональных спортивных команд. Специальное медицинское оборудование позволит преодолеть негативное воздействие воздушного путешествия на атлетов и справиться с нарушениями биоритмов, гипоксией и обезвоживанием. Говорит старший вице-президент «Сухого» Евгений Андранчиков. Владельцы спортивных команд инвестируют миллионы долларов в игроков и ждут от них хороших результатов. Поскольку 50% времени спортсмены проводят в пути, им нужно дать возможность расслабиться, восстановиться, поспать, а также снять и проанализировать их биометрические показатели. Медицинская аппаратура на борту «Сухой Спортджет» будет отслеживать все параметры физического состояния и самочувствия спортсменов в полете. Здесь же есть все необходимое для массажа и других процедур. Рынок спортивных авиаперевозок по оценке «Сухого» превосходит 600 миллионов долларов в год. Однако самолеты, которые используют авиакомпании, мало приспособлены для специфических нужд спортивной медицины. Более 20 лет назад Национальная баскетбольная ассоциация заключила контракт с компанией «Дельта» на перевозку большинства команд в Соединенных Штатах. То же самое делает компания «Юнайтед». Вот чего им не хватает, так это специальных самолетов. Свою новую машину «Сухой» разработал в содружестве со спортивными медиками. В салоне установлены умные кресла с датчиками, позволяющими врачам контролировать состояние атлетов. Восстановительная зона предназначена для сеансов физиотерапии. Есть здесь и отделение для травмированных спортсменов. Реплику салона спортивного лайнера «Сухой» представят на Олимпиаде в Рио. Начало испытаний намечено на первую половину 2017 года, а запуск производства на конец 2017-го, начало 2018-го года. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового предприятия. n-z.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова